Друзья, сегодня будет очень интересный ролик. Во-первых, мне удалось раздобыть большую копилку с монетами. И второй момент, подобное видео уже было, но я хочу еще поискать каких-нибудь банкнот. Это будет еще одна пачка 1 гривни вот этих вот банкнот из оборота. Я хочу распаковать, возможно, во второй пачке найдутся какие-то очень крутые, интересные номера. Так что, если интересно посмотреть видео там, где мы разбиваем эту копилку с монетами 1 гривны и вот такую пачку, то продолжайте смотреть, будет интересно. А партнер этого видео аукцион Виолити. Здесь можно заработать деньги на продажи ваших монет и антиквариата. А еще посмотреть актуальные цены, оценить свой товар, выставить лоты и заработать на этом деньги. Все ссылки на аукцион и YouTube канал в описании под видео. И самое интересное, это вот эта копилка. Как она ко мне попала? Есть водитель троллейбуса, который давным-давно интересовался монетами и откладывал все-все-все свои редкие. Монеты я у него покупал гривны 96-го, 95-го, порядка где-то 30 монет у меня есть гривны 96-го года. Может быть, я как-то покажу. А это у него была копилка. И он говорит, что он давным-давно складывал в нее монеты с номиналом 1 гривна, начиная вот с 2005-го года. Он собирал. Ну, тут, честно говоря, по повесу не так много этих монет. Но, я думаю, будут они интересные. И что могу сказать еще. В данном случае сама копилка тоже интересная, потому что это не обычная какая-то китайская, а это производство, украинского производства. Сейчас я на вашем экране покажу, собственно, завод, где производились вот такие вот копилки. Это наша. К сожалению, тут конкретно каких-то записей, клейм нету, чтобы мы могли увидеть конкретно производство, где происходят. Но я эту копилку нашел в интернете. Она очень интересная. Давайте сейчас немножко покажу, как она выглядит, какие моменты. Здесь это рыбак. У него здесь должна была быть удочка, к сожалению. Видимо, она потерялась. Но интересно, конечно, что же внутри, в содержимом этой конкретной копилочки. Ребят, все мы знаем, что бумажные гривны будут потихоньку изыматься из обихода и заменяться вот такими вот монетами. Обзор на канале у меня есть. И мы расплачивались. Я хотел бы поискать банкноты с интересными номерами. Пока еще в банке можно получить на сдачу или попросить. Вот это данный конкретный пакован я попросил в Ащадбанке. Заранее позвонил, говорю, можно ли вот так вот подготовить. Мне сказали, в принципе, возможно, приезжайте там через несколько дней. И я приехал и забрал. Вы можете тоже попросить по-человечески, скажите, что вам это интересно. Вы бы хотели себе отложить что-то. И вот такой вот пакован мы уже на канале, на самом деле, распечатывали. То есть можно посмотреть, какие номера были найдены в прошлом выпуске. А здесь мы тоже посмотрим. Возможно, что-то повезет, что-то интересное удастся распаковать. Давайте начинать. Будем быстро распаковывать. Вот такая вот пленочка. Видим, где запаковывалось, когда. Совсем свеженькие. Года выпуска данных в банкнот. И давайте попробуем разрезать эту штуку. Yes! Все. О, видите. Такая подкладочка с 2000 гривен. Номиналом 2-гривневый. Кассир. Ну что ж, мы видим вот такую пачечку. Здесь, кстати, могут быть номера абсолютно разные. То есть мы даже предугадать не можем, что тут на них есть. Это могут быть номера. Это могут быть какие-то номера телефонов. Это могут быть интересные номера банкнот. Это могут быть какие-то заметки, записки на банкнотах. Потому что гривны, к сожалению, вот так вот их используют уже не только по назначению, но и для каких-то заметок, записей и так далее. Вот. Ну, мы видим сразу подписи. В основном это у нас Гонтарева. Вот. И... То есть каких-то супер там старых подписей, честно сказать, я даже и не наблюдаю. Держать у себя настолько мелкие банкноты и в таком плохом состоянии, я думаю, не стоит. Разве что там будет очень прикольный, красивый номер. Если номеров, к сожалению, не будет красивых, тогда будем их быстренько реализовывать, чтобы они не лежали и не покрывались пылью. Попробовал повытаскивать монеты так. Не получается. То есть реально они все не выпадают. Просто не выпадают. Не знаю. Наверное, придется такие разбивать. По традиции, может быть, какие-то перчатки наши нумизматические оденем. Вот. Так. Наша копилка. Будем тогда пробовать. Я взял самый большой молоток, который нашел в квартире для того, чтобы разобраться с этой копилкой. Мы это сделаем. Я думаю. Или, пожалуй, это будет маловато. Пожалуй, маловато. Попробуем друг. Давайте пробовать разбивать. Попробуем снизу. Да, снизу это реально сделать. Оставлять копилку полностью или разбивать ее в дребезке? Ну, снизу вроде разбивается. Да, видите, есть, есть. Пошел. Видим там монетки украинские. Это супер. Ну что, оставлять копилку? Или нет? Оставлять этого дядечку. Наши монеты посыпались гривны. Ну что, посмотрим, как это было. Это гривны, гривны, гривны. Вроде, ну, надеюсь, я сами монеты не сильно повредил. Ну, посмотрим. Сейчас перейдем к тому, что я их соберу. И мы будем перебирать. Я посчитаю, скажу, каких конкретно. Ну, я уже вижу, гривны за шестой гривны вижу. Это просто супер. Можно ближе показать. Что можно сказать? Я буду откладывать, значит, какие номера. Там где по три, по четыре цифры. Что-то, что мне понравится. Там 0044 можно отложить. Ну, как первый банкнот. Вообще, я такого бы, наверное, не откладывал бы. Тут даже четыре тройки. Может, тоже пригодится куда-нибудь. Давайте дальше. Может, дальше что-то интересное будет. Ну, конечно, гривни вообще очень убитые. Вот, смотрите, прям вообще какие-то полосы нереальные. Я даже в шоке. Насколько в плохом состоянии эти банкноты. Так, сейчас я покажу, что я выбрал. Ну, тут есть какое-то количество гривен. Вот такие вот номера. Двойки, девятки, 5533. Две семерки, две девятки. Конечно, что-то кому-то они, возможно, понравятся. Вот такие вот банкноты. Можно сейчас пойти, например, в банк отнести их. Пополнить себе какую-нибудь карту. Посмотрим, как реагируют на такие пачки наши кассиры. Конечно, я думаю, не очень удачно пополнять через терминал свою карточку. Ну, лучше, конечно, кассиру. Либо кому-то отдать на сдачу. Я думаю, однозначно будут радоваться маршрутчики. Или еще кто-то, кто постоянно говорит, что у них нет сдачи. Кстати, ну, я считаю, что если в магазине вы работаете, ну, позаботьтесь, чтобы вот такую пачку несложно раздобыть. В банке попросить, позвонить, забронировать. И вы работаете для людей. Ну, несложно вам запастись какой-то мелочью, какой-то вот такими вот мелкими банкнотами, чтобы людям было удобно давать сдачу. Как говорится, в моем любимом Макдональдсе вам всегда найдут сдачу. Они скажут вам, найдите что-то и так далее, у нас нет сдачи. Они делают отличный продукт, они делают отличный сервис. И поэтому однозначно какие-то деньги на сдачу у них всегда будут. Всегда. Вот наш пакет. Довольно много получилось монет. Давайте посмотрим. Ну, я вижу, что тут она только юбилейная. Довольно интересно посмотреть, сколько каких монет будет в пропорции. Ну, скорее всего, конечно, больше солдатов. Вот таких вот будет гораздо поменьше, 60 лет. Ну, в любом случае, это интересно, потому что эти монеты на рынке сейчас растут. С каждым днем игры на 95-го и 96-го. И вообще, юбилейка потихонечку поднимается. Именно это не юбилейка, а бихотка потихоньку дорожает. Давайте смотреть. Банкнотки мы вот эти вот разыграем. Вот эти разыграем. Для этого просто напишите комментарий, будьте подписчиком канала. И одному из тех, кто оставил комментарий, этот комментарий не может быть одним словом. Можете какой-то задать мне вопрос или предложить тему, которую вы бы хотели, чтобы я раскрыл в ролике. И через неделю я разыграю вот эти банкноты, вышлю одному победителю все бесплатной доставкой по Украине. Так что пишите комментарии, пишите свои вопросы. Всем пока. Смотрите, как красиво сделано. Тысяча гривен. Пятисотка им, конечно, было бы получше. Субтитры сделал DimaTorzok